МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О событиях в стране и мире расскажу вам я, Сергей Гергель, и мои коллеги из редакции информационных программ телеканала Хабар 24. Спортоперевод обеспечивает Виктория Антонишна. В Восточном Казахстане завершают сезонную подготовку котельных и ТЭЦ. До 1 октября в городах и районах области обещают закончить ремонтные работы на всех тепловых станциях. С учетом топливного дефицита, который возникал в прошлые годы, к теплоисточникам теперь доставляют свыше миллиона тонн угля. Это почти 90% от необходимых запасов на зиму. Как в регионе готовятся к холодам, расскажет Вячеслав Фитлогин. Начальник смены Хромцов, ответьте по связи. Володя, защиту вывели по низкой температуре. На Усть-Каменогорской ТЭЦ завершается масштабная ремонтная кампания. Основное оборудование станции капитально отреставрировано. В реконструкцию объекта вложены миллиарды тенге. Топливом здесь также загрузились про запас. Мы затратили порядка миллиард 740 миллионов тенге на все ремонты в этом году. Поэтому доля вот этих ремонтов составляет почти 60-70%. Топливо на сегодня превышает нормативный запас. Вот на этом штабе угля находится 120 тысяч тонн. С оглядкой на запросы запасливых энергетиков для нужд населения в железнодорожные тупики городов и районов завезли свыше тысячи тонн угля. Это 90% необходимого на сезон твердого топлива. Закрыть годовую потребность региона в угле коммунальщики рассчитывают за три недели. В области на теплоисточниках и ТЭЦ накуплено 310 тысяч тонн, что в полтора раза больше необходимого эксплуатационного запаса. На бюджетных организациях, бюджетных организациях и населению поставлено 90%. К 1 октября ожидается 100% поставка. Уголь по социальной цене на 5-10% ниже рыночной получат 7 тысяч нуждающихся восточно-казахстанцев. И все же с заготовкой твердого топлива поставщики просят поторопиться. В сентябре 2017 и 2018 резко возросший спрос на уголь уже провоцировал спекуляции. Угольные перекупщики тогда придержали товар, а покупателям пришлось в разы переплачивать за поставки. Потребности искусственно превысили предложение. Хотели бы к вам обратиться, чтобы люди поторопились с получением угля. Почему? Потому что если сейчас еще более-менее напряжения такого нет, в октябре будут запасаться государственные учреждения. ТЭЦы начинают работать. Не заморозить коммунальщики обещают и моногорода. В пяти крупных населенных пунктах до 1 октября капитально отремонтируют все теплоисточники. Вячеслав Петлугин, Ижигер Бабаканов, Усть-Каменогорск, Хабар-24. Наука пришла на помощь аграриям Туркестанской области. Представители Института почвоведения разработали специальный препарат, который помогает семенам лучше расти в условиях засоления. Эта проблема уже распространилась на треть всех почв региона. Рауль Габитов расскажет подробнее. Утражский район самый засушливый в Туркестанской области. Из-за подъема уровня подземных вод соли накапливаются и оседают на поверхности земли. Со временем ситуация становится только хуже. За последние 30 лет скорость засоления почвы в районе выросла в несколько раз. В 70-х годах прошлого века здесь работала горизонтальная дренажная система протяженностью 368 километров. Она откачивала подземные воды и с помощью коллекторов сливала их в реку Сырдарью, что не позволяло накапливанию солей. Эта система устарела и сейчас не работает. Мы планируем ее возобновить и разработали специальный проект. Но для этого необходима крупная сумма. Вырастить овощи на такой земле практически невозможно. Поэтому в основном фермеры здесь высаживают кукурузу и бахчевые. Главный способ борьбы за солением – регулярная промывка почв. Но с водой в Отрарском районе проблемы. Ее не всегда хватает даже для полива. Справиться с дефицитом помогает наука. Представители института почвоведения разработали специальный препарат. Он помогает семенам лучше расти в условиях засоления. Благодаря препарату урожайность увеличивается на 50%. Площадь моего поля – 15 гектаров. Раньше я собирал максимум 40 центнеров кукурузы, а теперь около 100. Все это благодаря удобрению. Внедрять новую технологию начали недавно, пока ей воспользовались 90 крестьянских хозяйств. Всего площадь орошаемых земель в Отрарском районе составляет 33 тысячи гектаров. Камни и булыжники вместо долгожданного ремонта дорог. В селе Новополяковка, в Катун-Карагайском районе, на востоке Казахстана, строители завалили улицы скальником. Сельчане жалуются, что не могут пробраться к домам, а колеса машин приходится ремонтировать чуть ли не через день. В этом убедилась и Анель Есенбердина. У нас в селе никогда дорог не было. Лидия Тюсёпова – коренная жительница Новополяковки. Их село и в самом деле находится на окраине, вдали от главных дорог. Проблем поэтому хватает. Мобильной связи нет, интернета тоже. Улицы и те много лет не видели ремонта. В этот раз жители обрадовались. Наконец-то им сделают внутрипоселковые дороги. Только вот ожидания, мягко говоря, не оправдались. По телевизору видим, что такие дороги строят. А к нам привезли камни. Насыпали, вот это все, уехали. У нас, вот вы ехали со стороны Большина Рыма, нету. Вот зря нас поедете, у нас нет дорог. У нас ребятишки в городе живут, они не хотят к нам ехать. Потому что мы, говорит, машины убиваем, пока до вас доедет. Живущий по соседству Сергей Ткаченко подтверждает, колеса теперь приходится ремонтировать постоянно. Порой даже по несколько раз в день. Острый скальник просто режет шины. Ну, здесь вот засыпали, а видите, как и камни. Сами вот откидываем камни с дороги. На машине не проехать путем. Каждый день колеса только делаешь. При этом часть дорог люди уже успели почистить. Поднять такой камень весом под 100 килограммов, а то и больше, мне одной точно не под силу. А вот жителям Новополиковки пришлось на время превратиться в Гераклов и самостоятельно очищать дорогу от таких крупных валунов. Иначе не проехать, не пройти. После такого ремонта нужен еще один. А ведь село перспективное. Можно развивать и сельское хозяйство, и туризм, делятся жители. Нужен асфальт современный. Мы живем в цивилизованном мире. И хочется, чтобы были тротуары, дети, чтобы не ходили по грязи. А то, что подсыпают каждый год, это не дело. Нужна хорошая дорога. Тем более, тут находятся крестьянские хозяйства, моральники, санатории. Приезжают сюда даже из-за рубежа. Только вот перед гостями стыдно, сетуют сельчане. В Акимате же оправдываются. Дело в стройматериале. На сегодняшний день у нас проблема создалась именно со строительным материалом. Потому что у нас, кроме скальника, на сегодняшний день в нашем округе нету как такого строительного материала, то есть дорожного материала. И вот поэтому у нас сейчас определенный есть карьер. Открыто мы берем этот материал и проводим работу. Выделенных на этот ремонт 13 миллионов тенге на другой и не хватит, отмечает руководство района. И обещают, что до конца месяца все крупные камни подрядчики уберут, пока работы выполнены на 90%. Анна Лисенбертина, Жигер Бабаханов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. И к событиям в мире. Как минимум 50 человек погибли в результате обрушения шахты на востоке Демократической республики Конго. Все, кто находился в это время внутри золото-добывающего рудника, не смогли выбраться. По предварительной версии, причиной трагедии стали проливные дожди. Конструкция кустарной шахты не выдержала и рухнула. Подобные аварии в этой африканской стране не редкость. Своды подобных сооружений плохо закреплены, а у горняков нет необходимого оборудования. Свыше 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в странах Юго-Восточной Азии. Для того, чтобы взять ситуацию под контроль, в Мьянме запретили поездки и внутренние рейсы в и из Янгона, главного транзитного пункта страны. Ограничения на передвижение продлятся до 1 октября, сообщили местные власти. Согласно данным Минздрава страны, проведено больше 185 тысяч тестов на COVID-19. Из них 2265 показали положительный результат. К настоящему времени выздоровели 625 пациентов, 14 скончались. Количество заражений растет и во Франции. За сутки там зарегистрировано около 10 тысяч новых случаев. А число госпитализированных больных впервые приблизилось к мартовским показателям. За неделю уровень заболеваемости вырос с 57 до 72 человек на каждые 100 тысяч. Причиной этому стала расслабленность населения во время летних каникул, считает глава французского правительства. Тревожная ситуация заставила Совет безопасности страны поместить 42 департамента, а это почти половина территории Франции, в красную зону. Это делают для того, чтобы местные власти смогли приступить к введению дополнительных мер, вроде запрета на массовые мероприятия и ограничения часов работы магазинов и заведений. Сейчас в Пятой Республике проводят около миллиона тестов в неделю, но это не позволяет удовлетворить растущие потребности. Во многих лабораториях очереди расписаны на несколько дней вперед. Вместе с тем решено сократить срок изоляции с 14 дней до недели, но при этом будет усилен контроль. В двух метрополиях Марсель и Бордо, а также в Аделупе, мы констатируем на сегодня тревожный рост заражения, особенно среди пожилых людей, а также рост уровня госпитализации. Учитывая прогноз, который мы можем сделать на три недели по свободным местам в реанимациях, я попросил префектов предложить в ближайшие дни и согласовать комплекс дополнительных мер по профилактике вируса. В Окленде тысячи людей вышли на акции протеста. Демонстранты выступают против введенных правительством локдауна и социального дистанцирования. В прошлом месяце власти Новой Зеландии вернули некоторые ограничения из-за новых вспышек коронавируса. Во время марша протестующие не соблюдали мер безопасности, а многие были без масок. На данный момент нет информации об арестах. Отмечу, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло почти 2024 человека скончались. Турбизнес Армении продолжает терпеть убытки без иностранных туристов. Коронавирус испортил зимние, весенние и летние сезоны 2020-го и, скорее всего, ударит по сектору и в следующем году. Наш корреспондент побывала на самых известных курортах страны и убедилась, что бизнес выживает как может. В условиях недоступности моря все армянские туристы устремились на родные курорты. Дилижан, где простая вода из крана, второе место в мире занимает, как говорили герои всеми любимого фильма «Мимино», славится еще и своей природой. Здесь услада для глаз, горные ландшафты, густые леса, а чистейший горный воздух как лекарство. Жительница Еревана Анна Сивальян – одна из тех, кто выбрал местный туризм. Я очень хорошо отдыхаю здесь и даже как-то удивлена, приятно очень. Каждое лето я уезжаю в другую страну, думаю, что я не найду такого отдыха в Армении. В регионе, конечно, жизнь бьет ключом и есть относительное благополучие, но все-таки былого процветания в сфере гостеприимства сегодня нет. Есть закрытые отели, есть пустующие. Отсутствие иностранных туристов подкосило бизнес многих. Выжили в основном объекты с интересным концептом. Например, вот эта сказочная деревенька, построенная по мотивам фильмов «Властелин колец» и «Хоббит». Бронина номера в отеле, отдельно стоящие домики, забиты до конца осени, говорит основатель необычного бизнеса. У нас были потери. Очень большое число брони было аннулировано. Даже на Новый год люди уже бронировали. С финансовой точки зрения это было большим ударом для нас. Но это возместил внутренний туризм. Конечно, не могу сказать, что все отлично, нормально. Но если сравнивать с прошлым годом, плохо. Хуже ситуация на другом курорте Армении, в Цахкадзоре, где ковид подпортил всю многолетнюю историю развития. Власти страны, начиная с марта, организовали здесь карантинную зону на базе ряда отелей для носителей коронавируса с легкими формами и тех, кто с этими людьми контактировал. В итоге ковид-история крепко-накрепко отпечаталась в памяти людей, и Цахкадзор стал ассоциироваться у многих не с чистым воздухом, высокогорье и прохладой в тенистых лесах, а с болезнью. Как результат ни зимнего, ни летнего заезда туристов не случилось. Армения находилась на 11-м месте в мире, да, и, соответственно, страх большой, хотя все понимают, что и в Ереване полно коронавируса, и вообще везде, но, тем не менее, Цахкадзор, к несчастью, оказался зафиксирован в сознании, как вот зона карантина и так далее. Мы были готовы на беспрецедентные скидки, да, скажем так, которые никогда мы не делали в летний период. Мы ожидали, что с 1 июля какой-то поток будет, его не произошло, его не произошло вплоть до конца, до 20 чисел июля. Сейчас отели Цахкадзора, по словам Кристины Назарян, работают в полсилы, исключительно по запросу, который нынче остро дефицитен. Иностранных туристов нет, а местных очень мало. Ситуация может исправиться только в следующем году, уверена хозяйка курортного отеля, но не раньше лета. Выживем ли мы до этого, дотянем ли мы до этого, я не уверена. У нас ожидаются очень жесткие карантинные меры. И думать о том, что кто-то согласится приехать отдыхать, в Техкадзор кататься 3 дня на лыжах, но до этого 14 дней отсидеть в карантине, как бы мне кажется, что это, мягко говоря, нереально. Мне кажется, что просто у нас не будет туристов вообще, от слова совсем. Кто дождется успешного туристического сезона? Только те, кто обладает финансовой подушкой безопасности, чтобы сохранить инфраструктуру отелей, ресторанов и гостевых домов, и главное, персонал. И возвращаемся к событиям в нашей стране. Нурсултан Назарбаев встретился с главой МИД Китая Ван И. Ельбасы отметил, в Казахстане высоко ценят дружбу с соседней страной. Республика поддерживает многие инициативы Китая, среди которых реализация программы «Один пояс, один путь». По словам Ельбасы, много проектов сейчас находится в работе. В свою очередь, Ван И поблагодарил первого президента Казахстана за весомый вклад в развитие всесторонних казахстанско-китайских отношений. У нас в работе находится много проектов. Мы подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, решили вопросы границы. Многие вопросы и никаких проблем в отношениях не было. Так должно быть. У вас прошли переговоры с нашим президентом. Надеюсь, в духе полного понимания. Мне выпала честь посетить Казахстан во время пандемии в качестве первого иностранного гостя. Я думаю, так и должно быть, поскольку мы добрые соседи, мы друзья, мы партнеры. Уже скоро отмечается 30-летие независимости Казахстана. Был очень непростой путь. Благодаря вашему руководству Казахстан добился процветания. Вы главный конструктор этого пути. Представители президентского молодежного кадрового резерва будут участвовать в написании законопроектов. С такой инициативой сегодня выступила министр информации и общественного развития Аида Балаева. Первым документом в работе, над которым они примут участие, станет проект закона о повышении роли общественных советов. В будущем же молодежь примет участие в рассмотрении других актуальных тем. Мы сегодня создали рабочую группу, которая будет как раз разрабатывать концепцию проекта закона с участием неправительственных организаций, международных, казахстанских экспертов, членов общественного совета, членов НСОД. Также я вас приглашаю к этой работе, потому что это, на мой взгляд, очень важная работа. Напомню, формирование резерва молодых и талантливых казахстанцев началось по инициативе Касымжа Марта Тукаева. На сегодня в него вошли 300 человек. Они разделены по шести основным направлениям. С резервистами встретился министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдад Мусин. Он также выразил заинтересованность в совместной работе с молодежью. Свежие взгляды со стороны, как можно в целом улучшить проводимую цифровизацию и проводимые работы с нами вместе. И, может, будут какие-то идеи для брейнсторминга, для дискуссии. Потому что самое главное, все-таки, как президент нам задает вектор, это слышащее государство. И вы, это как частичка общества, которое нам сюда можете донести не только проблемы, а можете предложить сразу решение. В Мангистауской области настоящий бэби-бум. Только за последние три года за знаниями в первый класс отправились свыше 19 тысяч детей. Региону уже сейчас не хватает 15 школ. Динара Нургалеева выясняла, как используют время дистанционного образования для решения проблемы трехсменного обучения. В селе Батыр Муналинского района была всего одна школа. Обучались в ней почти 4 тысячи детей. Занятия проходили в три смены. Однако этой осенью для сельских школьников открылось новое учебное заведение. Рассчитано оно на 960 мест. Сейчас здесь учатся только первоклассники. У нас будут обучаться 2375 учеников. Учащиеся со 2 по 11 классы проходят школьный материал дистанционно. 44 первоклассника приходят в школу каждый день. Мы готовы принять всех детей по окончанию карантина. В области основная масса школьников получает знания удаленно через веб-платформу. Идет работа по обеспечению детей компьютерами. Интернета нет лишь в селе Акжигит Бенилского района. Учеников здесь немного, поэтому школа работает в прежнем режиме. Соблюдаются все санитарные нормы. Мы подали заявку на 22,5 тысячи компьютеров. Вчера уже поступило более 2 тысяч. До конца этой недели мы распределим их среди учеников. На средства из местного бюджета будет закуплено свыше 6 тысяч компьютеров. В Магисталской области, по словам специалистов, Управление здравоохранения наблюдается настоящий бэйби-бум. Только за последние три года за знаниями в первый класс отправились свыше 19 тысяч детей. Школ по-прежнему не хватает. В регионе 15 школ с трехсменным обучением. Для разрешения этой проблемы необходимо построить еще столько же учебных заведений. Динара Нургалиева, Саламат Бекпаев, Магисталская область, Хабар, 24. Мужчина спрыгнул с дорожного моста в Алматы. Очевидцы сняли на видео, как явно нетрезвый парень совершает необдуманный прыжок на проезжую часть. Случай произошел на перекрестке Раимбека с Ефулином. Как сообщили в городском департаменте полиции, с травмами его доставили в полицию. В больницу, простите, полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Столичный житель в свои 82 года составил кроссворд из 1111 слов и написал больше 10 книг. О своем интеллектуальном хобби пенсионер рассказал нашим корреспондентам. Составить кроссворд помогает мне вот эта книга. В ней есть все. 82-летний Жусеп Хисимов уже не мыслит в своей жизни без кроссвордов, сканвордов и головоломок. Его личный рекорд – кроссворд, состоящий из 2017 слов. Он составил его в год проведения экспо, но опубликовать его в газете не удалось. Напечатали лишь тот, где количество слов было почти вдвое меньше. 1111. Над ним он работал год и месяц. Там я специально читал ботаника, список оставил. По ботаника 10 слов, по географии там 20 слов, по литературе столько слов. Потом отмечал. Значит, я уже по ботаника 10 слов туда положил уже. Это крестик поставил. Потом дальше физика идет. Там тоже 10 слов. Жусеп Хисимов отработал спортивным журналистом в газете без малого полвека. Написал больше 10 книг. Теперь практически все свое время посвящает необычному увлечению. Если самый большой кроссворд пенсионера состоит из 2017 слов, то самый маленький – из 32. Сколько всего кроссвордов в его копилке Жусеп Хисимов и сам не знает. Давно уже сбился со счета. Невозможно считать. Везде не валяются, в любом тетраде открываешь, найдешь. Несмотря на то, что много там мучаешься, но все равно удовольствие получаешь. Когда составишь один кроссворд, больше удовольствия. Легче становится, легче дышишь. Чувствуешь, самочувствие улучшается. А еще пенсионер коллекционирует галстуки. Их у него около 300 и собирает марки. Много времени он проводит в библиотеке за чтением энциклопедии. В планах Жусепа Хисимова составить кроссворд по словам «Назидания Абая». Бахатгулюкасова, Евзадзайдхан, Хабар 24. Необычную выставку открыли в Павлодарском мультимедийном музее. Там можно увидеть копии египетских мумий. Экспозицию привезли из Санкт-Петербурга еще прошлой весной. Музей долго был закрыт на карантин. И вот новый сезон. Хранители истории начинают с демонстрации необычных экспонатов. На выставке представлены уникальные работы российских художников и скульпторов. Здесь можно познакомиться с результатами раскопок у подножий пирамид, а также познать древнюю египетскую культуру. Выставлены и макет одной из каменных гробниц. Данная выставка интересна тем, что египетская культура показывает здесь более копии. Вот перед вами бедная женщина. Здесь инструменты, которыми они извлекали органы. Здесь представлены весы суда справедливости Ассириса. Здесь вот, обратите внимание, это эпизод раскопок, копии муми представлены. Здесь вот саркофаг фараона Сет. Здесь он описан из книги мертвых. Вот писаницы идут. Тоже представлена копия. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте www.24.kz. У меня же на этом все. Однако я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующих информационных выпусках на телеканале Хабар 24. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова